Привет подписчики, привет гости моего канала, привет всем. Наше автомобильное путешествие сегодня будет проходить по территории Хлевинского района, Тербунского района, Долгоруковского района и Задонского района. По дороге мы заедем в село Каменка, в село Борки, за речный Репец и Скорняково. Общая протяженность пути 344 километра, среднее время около 6 часов. В селе Каменка Тербунского района вы увидите памятник, посвященный пяти павшим танкистам в годы Великой Отечественной войны. На этом постаменте стоит противотанковая пехотно-артиллерийская установка ИСУ-152, одноименная зверобой. Также в Каменке расположен мемориал. Такая суровая стальная техника защищала нас в Великую Отечественную войну. Итак, мы покидаем с вами село Каменка и направляемся в усадьбу Романово. Это село Борки. Великую Отечественную войну Садьба находится в частной собственности и в настоящий момент реставрируется. Кроме того, здесь находится пруд. Причем эта беседка очень интересно сделана, но уже, как вы видите, здесь следы современной цивилизации на этой беседке. Нехорошо, конечно, так поступать, когда люди стараются все это облагородить. Но, тем не менее, вот интересный такой получился фасад беседки. И на фоне этого пруда, глади пруда, очень красиво, мне кажется. Наверняка сюда приезжают свадебные кортежи. Ближлежащих поселков и сел здесь интересные места, красивые места. Ближлежащих поселков и сел здесь интересные места. Усадьбу мы увидели. Теперь мы едем через Долгоруковский район. Недалеко от села Долгоруково находится церковь, храм. Мы покидаем Долгоруковский район и попадаем в Задонский район. Посмотрим достопримечательности Задонского района, знаменитого района Липецкой области. Со всеми храмами, церквями. Интересно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В селе Заречный Репец Задонского района стоит церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Эта церковь была построена в 1767 году. Она разрушена, но восстанавливается. И до сих пор, несмотря на отсутствие купола в храме, сохраняется прекрасная акустика. На фасаде здания можно увидеть остатки лепнины. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, мы продолжаем наше путешествие по Липецкой области. Мы с вами посмотрели Задонск, мужской монастырь. Сейчас мы направляемся в село Скорняково, одноименная усадьба которого основана в 1680 году. Место должно быть интересное, я думаю, многим понравится. Посмотрим. Итак, мы с вами добрались до села Скорняково. Сзади меня находится восстановленная церковь красивого белого убранства. Такая же красивая белая внутри. Попадем на территорию усадьбы. Очень довольно-таки озябко. Холодно на улице. Попробуем попить чай и кофе в местном ресторане. Так интересное и красивое место. Я думаю, всем туристам понравится. Попробуем во plotе. Такая чайная путь. Конечно, я скоро стану разда¬ proportional мер. И даже что-то Old Mayor. Ну и。 Попробуем о постороне м Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok